Здравствуйте, мои дорогие подписчики, друзья и все-все-все. Бонжуро, Тулеймонт! Меня зовут Анжела. Я рассказываю о моей новой жизни во Франции и немного обо всём на свете. Оставайтесь со мной. Сегодня хочу поговорить с вами о любви. Что такое любовь? В общем-то, существует минимум ответов. Кроме того, каждый человек может по-своему отвечать на этот вопрос. Для каждого человека любовь — что-то очень индивидуальное, что-то особенное. И эта эмоция, это чувство каждому человеку приносит что-то новое, что-то такое, чего нет у другого человека. А как вы думаете, что такое любовь? У вас ведь наверняка есть свой ответ на этот вопрос. Напишите его, пожалуйста, в комментариях. Это будет очень интересно всем. В этом видео я хочу говорить о том, почему любовь приносит нам страдания на протяжении всей жизни, даже если это третья, пятая, сотая любовь. Существует ли ответ на этот вопрос? Первая — любовь. Почему она так незабвенна и так важна в жизни человека? Я думаю, это потому, что когда человек любит впервые, ему кажется, что это навсегда, на всю жизнь, что если он потеряет эту любовь, этого человека, то больше никогда не сможет полюбить, что останется одиноким, что больше жизнь не подарит ему такие эмоции. Первая — любовь. Мы уходим корнями в человека, которого мы любим. В нём мы видим весь мир. Всё счастье, вся жизнь заключается, как нам кажется, в любви к этому человеку. А ещё ведь бывает, что первая — любовь невзаимна, полна горечи. И нет никакой надежды. Нет, нет, я ошибаюсь. Надежда есть всегда, всегда. Кажется, что вот сейчас, сегодня он меня не заметил, а завтра-то заметит. Он заметит меня. Мысли о том, что первая — любовь, она единственная, сводит нас с ума и иногда заставляет поступать неадекватно, бежать за человеком, которого мы любим, стараться удерживать его, когда он уже разлюбил. И даже если наши эмоции как-то уходят потихоньку, то мы за них цепляемся и пытаемся их возвращать. Кроме того, обычно первая любовь приходит в нежном юном возрасте. Нет ни опыта любви, ни жизненного опыта. Мы такие все максималисты, полные эмоций. И да, любовь — это для нас всё. Кажется, что с первой любовью всё понятно. Мы держимся за неё, потому что мы молоды и неопытны, потому что мы думаем, что это навсегда, и потому что мы ещё не знаем, что любовь может быть ещё сильнее и ещё глубже. И когда мы читаем книги или смотрим примеры вокруг нас, что люди находят другую любовь, то для нас это ноль. Наша жизнь имеет значение. Наша любовь важна. А что вокруг творится? Вот мы готовы закрыть на это глаза. Очень немногим удаётся сохранить эту первую любовь. И очень немногим удаётся оставаться вместе. Есть ли среди вас люди, которым удалось сохранить и пронести через годы эту самую первую любовь? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Дайте и другим надежду. А большинство людей после первой любви уходят в одинокое плавание. И все, ну почти все, встречают другую любовь, другого человека. Один раз, потом второй, третий, четвёртый раз. Но скажите мне, почему каждый раз при расставании так ноет сердце? И почему мы так страдаем при каждом расставании? Вам знакома эта фраза? Расставание – маленькая смерть. А как вы думаете, каждое расставание обогащает нас, делает нас мудрее или только опустошает нашу душу? Что вы думаете по этому поводу? Почему же мы так страдаем? Ведь мы уже знаем, что будет другой человек, будет следующая любовь. Но мы так же сильно страдаем, переживаем, плачем. Из этого я делаю вывод, что в любви главное мы сами. Это мы выбираем объект нашего чувства. Это мы впускаем этого человека в своё сердце. Это мы открываем шлагбаум и выпускаем эту эмоцию любовь в мир. А следовательно, для того, чтобы любить, нам нужны только мы сами. мы будем искать и найдём человека, которого мы хотим любить. И этого человека мы будем искать, потому что нам необходима эта эмоция, любовь. Вы скажете, что мои рассуждения немного циничны? Возможно. Но с этими знаниями, с пониманием этой ситуации у нас появляется возможность немного редактировать здесь в голове наши негативные эмоции, немножко помочь себе пережить очередное расставание, потому что вот эти негативные эмоции, наши слёзы, наши нервы, они разрушают нас изнутри. мы сами разрушаем себя изнутри. И я как человек, который даже обладая этими знаниями позволил себе разрушить своё здоровье этими всякими разными переживаниями, я призываю просто вас, когда в очередной раз в вашей жизни наступит расставание, не теряйте голову, берегите своё здоровье, оно вам ещё понадобится. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, возможно ли при большом желании руководить нашими эмоциями, удавалось ли это вам? Для тебя я всего лишь повод написать очередное стихотворение. Вот что сказал мне однажды моя первая любовь, и это было больно, но отчасти это было правдой. Я всегда черпала вдохновение в любви. Я ухожу через парадный ход я выхожу. Мои шаги считают все дни с тобой, и сердце отмеряет ту часть себя, что не возьму с собой. А впереди так много лет и зим, так много неба и дорог по кругу. Мы будем жить и будем забывать, мы будем жить, чтобы забыть друг друга. И нет вины ничьей, и даже боль глаза закрыла и заткнула уши. Я выхожу, я закрываю дверь, и шепчет небо, оглянись, послушай, но там, где ты, остались лишь осколки, разбито все, и выбиты все стекла, и между нами гордости гора моя, твоя, лишь стены и она. Я думала, меня ведет судьба, но вот через сто лет на том же круге мы встретимся с тобой и будем вспоминать, как жили мы, чтобы забыть друг друга. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, потому что я снимаю видео для вас. Пишите комментарии, потому что это наша с вами обратная связь. Будьте здоровыми и счастливыми. До новых встреч. Au revoir, mes amis. Bien tout. .